А знаете ли вы, что по макияжу, который чаще всего использует женщину в своей повседневной жизни, можно очень многое рассказать и о ней самой, и о ее характере? Что я и собираюсь сегодня сделать? И поможет мне в этом самый первый блогер в российском ютубе, которая начала делать видео для девушек. Именно Лена предложила мне рассмотреть три типа девушек, использующих чаще всего тот или иной тип макияжа. Первый тип – никакого макияжа. Полный отказ от макияжа может говорить о том, что где-то в глубине души девушки погасла та самая искорка, которая заставляет нас, представительниц прекрасного пола, хотеть чувствовать себя желанными, женственными и сексуальными. Это может происходить по разным причинам. Например, из-за недостатка времени, из-за большого количества проблем, депрессии. Нередко, кстати, причиной является своего рода эмансипация. Так, например, девушки, которые воспитывались преимущественно в кругу мужчин, то есть у которых были братья, они часто отказываются от косметики. Есть, кстати, и такие девушки, которые отказываются от косметики, якобы демонстрируя свою природную красоту, заявляя всем окружающим, мол, посмотрите на меня, какая я идеальная, что мне не требуется ни пудры, ни помады для того, чтобы выглядеть достойно. Но чаще всего такие девушки на самом деле лукавят и используют настолько незначительное количество косметики, что заметить это невооруженным глазом, особенно мужчинам, ну просто невозможно. И я все-таки считаю, что это уже другой тип женщин, и их следует отнести ко второму типу девушек. Второй тип девушек – это девушки, которые используют натуральные макияжи, подчеркивают достоинства и скрывают недостатки. Такие девушки, как правило, самодостаточны, именно поэтому они не стремятся быть в центре внимания, хотя именно там чаще всего и оказываются. Они пользуются большой популярностью у мужчин именно потому, что не делают ставку только лишь на внешность, а также заботятся и о своих личностных внутренних качествах. Ну и насколько мне известно, все-таки мужчины любят натуральных девушек. Если, кстати, мужчины вы со мной не согласны или согласны, то выскажитесь по этому поводу в комментариях к этому видео. Так вот, я считаю, что все-таки мужчины предпочитают девушек с более натуральной внешностью, с таким румянцем на щечках, с ровным цветом лица и с длинными ресницами. Собственно, это и есть признаки здоровья, а здоровье это и есть красота. Кстати, недавно на факультете психологии нам прочитали лекцию о том, что такое красота с точки зрения психологии. Очень занимательно, я вам скажу, поэтому если и вам, особенно девушке, если вам это будет интересно, то, возможно, в следующий раз именно этот вопрос мы и поднимем для обсуждения. Итак, далее третий тип девушек. Это яркий, вызывающий макияж, акцент или на глаза, или это красные губы, неестественно длинные ресницы и так далее. Итак, женщины, которые используют ежедневно яркий, вызывающий макияж, ну, мне даже объяснять не надо, здесь все понятно, что они претендуют на своего рода, да не на своего рода, они претендуют на эксцентричность. Вот за этим стремлением быть в центре внимания, как правило, кроются какие-то внутренние проблемы. Очевидно одно, что яркий раскрас — это попытка привлечь внимание. А если, как вы понимаете, существует потребность в чем-то, то это свидетельствует о том, что присутствует дефицит этого чего-то. То есть почти всегда яркий макияж, я говорю о повседневном ярком макияже, не говорю о вечернем макияже, это свидетельство того, что девушка пытается что-то компенсировать. Как правило, это недостаток внимания, отсутствие личной жизни, недостаток внешности. Часто вымышленные девушки придумывают себе, что они некрасивые, подсаживаются на тонны помады, тонального крема и прочее. Также это может быть неуверенность в себе, нерешительность. И, кстати, часто встречала таких девушек с виду, вот посмотришь на них, кажется, ну просто какая-то леди-вамп, железный человек. А подойдешь, ну просто одуванчик. И в этот момент мне стало понятно, что многие ранимые девушки за ярким раскрасом, они используют яркий макияж, как своего рода маску, за которой скрывают свое настоящее «я». Если же вы заметили, что свой привычный натуральный макияж девушка сменила на яркий раскрас, то, скорее всего, и в жизни она жаждет перемен. Это как то же самое, когда девушка хочет изменить что-то в своей прическе, на 100% это отражает ее внутреннее желание поменять что-то в жизни. Но, конечно же, я хочу подчеркнуть, что не стоит делать выводы о характере девушки исключительно только по ее макияжу. И напомню, что в середине видео я обращалась к мужчинам с просьбой написать в комментариях о том, какой тип девушек нравится больше всего именно вам, дорогие мужчины. Я думаю, что девочкам будет очень любопытно почитать ваше мнение. Ну и, конечно же, переходите на канал Лена, знакомьтесь с ее творчеством, потому что именно она помогла мне в создании этого ролика. Ну а я с вами прощаюсь, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч в моем личном кабинете. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok